Обслуживание парков и кладбищ в Таллине требует тщательной и кропотливой работы. Оно и понятно, поскольку эти места должны выглядеть, соответственно, вне зависимости от времени года. Однако мы прекрасно знаем, какой у нас капризный климат и различные погодные условия, как, например, штормовой ветер, могут испортить внешний вид кладбища или парка поваленными деревьями довольно основательно. К сожалению, такое случалось не раз, и нужно понимать, что и в будущем не исключены подобные инциденты. Именно поэтому очень важно, чтобы парки и кладбища были бы оснащены необходимой техникой, при помощи которой можно было бы избавиться от последствий капризной погоды как можно быстрее, да и просто, чтобы такая техника помогала держать территорию в приличном виде. Городское предприятие Кадриоро Парк, которое управляет обслуживанием Таллиннской кладбища и парки, с Нового года начнет использовать электрические машины для обслуживания, которые очень хорошо приспособлены к работе в необходимых условиях. С одной стороны, у работников Кадриоро и кладбищ будут современные, удобные, достаточно теплые машины. При этом она очень маневренная, то есть на узких парковых дорожках будет удобно ездить. Она очень легкая, так что она не будет повреждать парковые дорожки. Очень хороший обзор из кабины водителя, так что можно сразу замечать пешеходов и, может быть, даже животных, которые обитают в парке, чтобы, не дай бог, ни с кем и ни с чем не столкнуться. Так что я надеюсь, что для работников наших городских учреждений это будет действительно хорошее подспорье в их непростом труде, потому что уборка парков, уход за парками, за кладбищами – это такой тяжелый физический труд. Если мы где-то можем немножко его облегчить, то эту возможность надо использовать. По словам вице-мэра, использование таких транспортных средств – это еще один шаг к тому, чтобы улучшить окружающую среду, поскольку эти все машины работают на электричестве. Две из этих машин придут к нам в парк Кадрёрк. Мы их уже ждем. Скоро-скоро будет готов наша оранжерея. Там у них специальный такой гараж даже построен уже. И эти самые точки, откуда они могут питание получить. А три из этих машин пойдут на наше большое кладбище – Хиева, Харнама и Немеца. И поскольку все наши работники кладбищ за этот сезон уже пробовали, тогда это первый шаг действительно в 21 век, чтобы наши люди, которые работают на кладбищах, могут работать в таких условиях, где им не холодно. Эти автомобили оснащены электрическим двигателем, который практически бесшумный, что позволяет не беспокоить пришедших на кладбище или в парк. Аккумулятор позволяет проехать без подзарядки примерно 150 километров, что вполне достаточно для одного рабочего дня. Договор аренды на использование техники для технического обслуживания заключен сроком на пять лет. Согласно договору, аренда и регулярное обслуживание пяти автомобилей в течение вышеупомянутого срока обойдется в общей сложности примерно в 125 тысяч евро, плюс налог с оборотой, плюс страховка имущества. Относительно специальных зарядных устройств для этих транспортных средств можно не беспокоиться, потому что их как раз установили уже практически на всех кладбищах и в парках Таллина. И что самое интересное, этот транспорт очень бесшумный. А ведь так хорошо прогуляться в парке, где тихо, спокойно и даже не замечая, что за тебя проезжает какая-либо рабочая машина. Сергей Овченков, Виталий Савинский. Специально для Портала Столица.